приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва сегодня очередное необычное видео я вас познакомлю с константином грищенко это чемпиона диск области по фидерной ловли он расскажет новичкам которые пришли недавно к фидерной ловли об азах моментах и нюансах отличиях между катушками кормушками удилищами предназначенными для фидерной ловли поехали друзья надеюсь видео будет очень интересно так друзья давайте поближе познакомиться с кассатином я даже присяду да здравствуйте кассина расскажите для начала какие у вас достижения фидерной ловли и вообще как спортсмена рыболова первый мой турнир был кубок одесской области по фидерной ловли на трунчике этом занялся старта четвертое место это к тому что не стоит бояться участвует соревнованиях это нормально все выигрывают проигрывают все учатся бояться этого не стоит я тогда будучи любителем с одной удочкой приехал и занял вполне хорошее место на топовом турнире в область но многократный призер чемпионата в одесской области кубка одесской области призов командам личном зачете был спортсменом года это покойный сергей петрович светлой ему память решил от себя выделить мне просто такую номинацию сделать потому что участвовал там за сезон более чем 25 турнирах и вполне успешно по украине и ближнему зарубежью многократный участник чемпионатов кубка украины в 2018 году участвовал в отборах на чемпионат мира но не прошел так сложились обстоятельства уступил потом здесь мы находимся на реке днестр на сорок шестом километре проходит к примеру два года 2017-2018 году называется кубок трех сезонов формат очень интересный два тура весной два тура летом до тура есть есть победителя каждого этапа есть победитель общего это турнир помощь фишингу где разрешены и поповочные монтажи и фидер два года выигрываю данный кубок вот хочу выиграть в треть посмотрим к чему это приведет выигрывал в прошлом году кубок днестра наших ребят в молдове где там присутствовали молдаване мы любят еще в украине были не только одесса кося расскажи пожалуйста это зрителям канал себя клёво какие-нибудь фидерные секреты фишки моменты особенно что касается оснащение удилищ фидерных оснасток все понятно давайте начинаем с поводочниц где хранить поводки такой вроде бы простой вопрос на емкий вариации масса как всегда даже у меня их примеру уже три здесь чего все начинали наверное с обычных поводочниц это принципе поводочница пополочная но и фидеристы не спортсмены пользуются принцип простой крючок вяжется в длину по колышкам цепляется вот за колышек зацепился натянул и вставил подписал для удобства и все все готово вот те поводочки все емко все хорошо это формат поплавочной ловли по большей части на фидере тоже можно потом есть поводочница вот уже многострадальная где-то на дамбе упала здесь очень интересный принцип немногие его понимают любителям или человек от который столкнулся с этим в первый раз сложно это тем более то есть вот у вас поводочек мы его вот так вот достаем очень просто вот он у нас одним движением достался вот крючок вот петель поводочек вот у нас сколько здесь 100 сантиметров так как мы его цепляем связали во первых есть отличная штука линейка вот линеечка то есть мы можем от меня длину не отходя от кассы вот здесь надо поджать вот то есть выставляем 30 сантиметров 30 60 90 и вот у нас то то есть мы знаем длину поводка как его вставить очень просто цепляем за колышек крючок и легким движением уверенным руки совуем леску в неопрен переходим через колышек вот просто перешли и возвращаемся в эту же ячейку не надо переходить на другую подходит это же дошли до этого колышка перешли обратно принцип очень простой на повторение в чем фишка поводочницы а можно заготовить несколько сотен поводков которые будут храниться очень долго и очень качественно и в любой момент можно использовать и можно использовать кучу разных вариаций вот подписывайте очень удобно есть здесь номера просто вот у меня как идет размер крючка модель крючка диаметр поводка длина поводка у меня в таком формате к этому привязываться не стоит этому она двухсторонняя с другой стороны которая уже не сильно починена даже самая история для удобства вот я запихнулся до колышек угол толстые пальцы будет помогать третий вариант у нас дубинки сейчас спортсмены массово переходят да и любители тоже очень удобно единственно к чему стоит стремиться не стоит брать бобинки очень маленького диаметра просто есть теоретическая версия что поводок будет больше закручиваться но это как бы практика не подтверждена просто у меня их не было все очень просто есть поводок также подписано бренд номер крючка модель крючка размер крючка модель крючка диаметр лески длина все очень просто вот вот крючок мы вставляем в тело потом легким движением руки разматывается и доходит до следующего крючка и когда нам нужно снять поводок мы просто снимаем эту петельку и вставляем опять в тело и вставляем обратно и при этом у нас вот наш красавец поводок также процесс вязания обстоит в обратном порядке зацепили в петельку сделание несколько витков у меня тут будет больше чем несколько потому что длинный поводок достаточно 120 сантиметров и ставили в тело все все просто можно навязать много видов крючков много диаметра в леске занимает это немного места небольшой минус если хранить без коробочки такие же варианты вот как следствия экспресса продаются без коробки использовать можно вообще нет проблем кроме как ветра бывает ситуации у меня лично были когда потом приходится ловить эти бабинки на воде с коробочками дела обстоят приятель и закрыл поставил на стол и все хорошо стоит никому не мешает это касаемо поводков да и один маленький вопрос по поводу поводка какие длины поводков вы используете у фидерной ловли длинный поводков сейчас правилами разрешены поводки на и виду спорте от не меньше не короче 50 сантиметров то есть я все равно беру это за основу потому что первую очередь спортсмен времени на любительские выезды крайне мало но бывает грешу на любительских выездах не стоит загонять себя в рамки смотреть блогеров и думать что вот 120 сантиметров и только так не короче бывает рыба ловится на 10 сантиметров на 20 на 30 как в целом реагировать за основу стоит брать усредненный поводок то есть можно выходить там с лодков 60 80 сантиметров начать с короткого так будет удобнее для любителя в первую очередь потому что не всегда нужен длинный поводок сказать какую-то закономерность можно например ловлю белой рыбы в полтвы к примеру когда рыба клюет в ярусе и у вас поклевка происходит очень быстро еще в моменте анимации то есть вас тонет кормушка а поводок длинных мира 120 сантиметров то есть у вас тонет сначала кормушка она упала на дно а поводок еще имеет какой-то лифтинг особенно когда вопрос касается течения и вот плотва тысяч у нас будет поводок короткий вот эта зона лифтинга вас будет очень маленькая плиту то есть она упала и все а за 120 поводком у вас будет шире диапазон и больше будет дольше происходить это падение на котором рыба активная берет то есть в этом случае в ловле плотвы нужен такой поводок длинный когда речь касается активной среднекрупной рыбы там карась карп подлещ тот же наш который все говорят лишь но и с ним у нас туго у нас подлещ или козлы можно таких называть зачастую работает лучше короткие поводки почему потому что эта рыба поскольку она крупная все доминантная на себя чувствует более спокойно и она питается зачастую непосредственно самом столе то есть у вас кормушка упала корм выработался есть какое-то там пятно если плотва больше работает на клюет в каком-то шлейфе то тот же карась подлещ мест непосредственно с точки именно поэтому бывают ситуации когда карася на соски ловят лучше чем на фидер потому что он более контактно берет и в этом случае можно укорачивать поводок ставить более крупную приманку насадку точнее и успешно ловить то есть целом жестких рамок нет надо всегда пробовать бывает леща ловишь на полтора метровый поводок бывает на двух с половиной метровый поводок бывает и такое поэтому нужно пробовать 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 начинать лучше 60 тире 80 сантиметров дальше действовать по ситуации просто теперь про кормушки ваши я смотрю вас их так много и все разных модификаций в кормушек много так вот есть поле ты сейчас вот на сезон себе заказал в чем преимущество она хорошо летит за счет вынесла вот это центра тяжести если сравнивать с обычной кормушкой то есть такая кормушка 70 грамм если взять такую кормушку 70 грамм вот при одинаковые корма емкости вот здесь плюс-минус эта кормушка полетит дальше и принципе значительно дальше в чем проблема этой кормушки на течение ее может катить то есть вы забросили она приводилась как-то так так и бывает ее протягивают это первая проблема вторая если вам нужно делать поджиговку что такое поджиговка то есть вы забросили рыба активно не клюет и вы подтягиваете просто удочку на себя тем самым смещая оснастку и приманка выдает какую-то анимацию и рыба атакует насадку и в этом случае тоже пули неудобные они не протягиваются так легко как протягиваются обычные клетки поэтому это дальность это на протяжку и для течения еще есть по течению ну конечно такая пластик всплывает лучше с крыльями гораздо лучше чем обычная клетка или тоже пуля но и летит она хуже соответственно если есть какой-то боковой ветер будут влияние то есть будете не попадать в точку или в целом по дальности они тоже будут уступать но всплывает тогда когда у вас есть какая-то нужно преодолеть какую-то бровку крутую еще что-то эти кормушки выручают но ловить ими некомфортно они опять же на выматывание создают достаточно сильное напряжение сопротивление и зачастую там когда ты ловишь спокойно вот этими пулями ведь этом вылетает на тебя просто эта кормушка то с этой ты тянешь как будто у тебя там что-то должно быть но его нет есть варианты клеток с грунтозацепами вот так они выглядят это в принципе помогает это работает на течение то есть действительно эту кормушку несет меньше чем обычную клетку о а вот он спортивный пример прошлогодний дело было в молдове внесло все все это 120 на 8 лбовом шнуре или 6 лбовом и грунта зацепа не спасали поэтому глядя на наших товарищей из ближнего зарубежья по увлечению мы пришли к такому вот выводу и ловили вот так вот вот эту кормушку не срывала я держал вот вам пример рыбацкой смекалки принципе пулей удобнее ловить всегда она достаточно хорошо всплывает достаточно хорошо летит ей комфортнее но если ее катит конечно лучше переходить на клетки если вот на такие клетки вот видите тоже отверстие вот таких же рожек как мы видели здесь если вам нужно создавать анимацию поджиговкой лучше тоже переходить на клетки потому что клетка по дну будет продвигаться лучше чем пуля пуля будет цепляться будет скатываться и так далее есть вот такие кормушки давайте к примеру кормушки для легких удилищ для пикерных так любимыми и многими а многими ненавистными это ближняя дистанция активная мелкая рыба вот к примеру кормушечка то есть эта кормушка которая позволяет активно ловить на ближней дистанции то есть буквально там 8 10 метров там уклейку плотвичку и так далее любую мелкую белую рыбу там не нужны вот такие вот кормушки которые будут бахкать плюмкать об эту воду иметь большой вес достаточно поддерживать просто активность рыбы тем что активным кормом который вываливается из кормушки непосредственно на приводнение и этой кормушкой очень удобно джиговать то есть вы ее подтягиваете она не практически не создает сопротивление это же такой же вариант только более корма емки если вам все-таки нужно дать туда больше корма или же со старта есть вот такой вариант кормушек это кормушка для животной составляющей в чем принцип вы засовываете сюда к примеру опарыша вот сюда засунули опарыш и закрыли забросили в точку опарыш началось постепенно с этих отверстий выползать то есть это в случае когда корм не нужен этой кормушкой пользовались когда в правилах было введены в спорте к примеру нельзя было ловить без корма и приходилось забивать кормушка будет бывать ситуация когда рыба активно и корм уже не нужен то есть закормил . настоит и для увеличения скорости хитрые парни вроде меня брали корм 3 кукурузины засовывали в эту кормушку и ловили в темпе доводили судей до истерики но это уже другая кстати потом что у нас тут еще здесь вот такая красота которая с кормом когда я ловил карпа это закормочная кормушка скоро она мне весила около 300 грамм бросали соответствующими удилищами полетит отвратно когда нужно массово закормить она есть есть пули с грунтозацепы вот это вариант который может нивелировать дальность дальний заброс как мы видим в этой поле и упор на течение то есть есть грунтозацепы которые на дне в принципе держат варианты неплохой я крайне редко пользуюсь не знаю почему но это наверно какие-то мои домыслы то есть почему-то я не пользуюсь такой кормушкой хотя имеет смысл мне проще уйти на такие грунтозацепы чем на пулю так ну соответственно маркерный грузик которым нужно маркериться или желательно маркериться можно маркериться любым грузиком можно кормушкой но этим все равно будет комфортнее и более эффективно такой расслабить его просто про экстракторы кто какие любит нет каких-то опять же рамок есть предрассудки кто-то любит вот таким экстрактором доставать принцип очень прост пускаете по леске то есть заводите леску в это отверстие проводите упирается во рту рыбы в крючок делайте такое движение крючок соответственно выходит из губы и достаете обратно вот немного на бок этот как бы удобный металлический надежный есть такой он там двухрублевые не знаю сколько он стоит две размерности с этой стороны и с этой стороны для разных типов крючков есть вот такое чудо стомфовская форма может показаться странной но очень эффективно достает крючок из пасти рыбы просто с полуоборота то есть просто достаточно провести то железку в это отверстие в эту щель сделать вот так вот и достаете крючок никаких проблем есть вот такой вариант экстрактора опять же с двух сторон разная размерность но посередине у нас есть иголка шило как угодно полезно для чего распутать что-то пробить что-то и так далее то есть на рыбалке это всегда полезно такую штуку полезную себя иметь кости давай теперь перейдем к катушкам вот я смотрю очень большое количество вот зрителям канала все для клёва будет интересно знать какое должно быть соотношение диаметра шпули где не удилища в принципе как и всем остальном все очень индивидуально нет такого что все пользуются одним даже успешные спортсмены ловящие в одном месте в одно время используют разные оснастки разные катушки у каждого есть свои причины на этот счет давайте возьмем разряд пикера вот у нас есть пикер на иудич так просто возьмем например вот это удилище 27 для ловли на ближней дистанции на него в принципе лучше поставить вот такую вот катушечку то есть это размера снира две с половиной у нас до по дайве две с половиной до его лагуна нормальная катушка на удивление живет на фидере без проблем по размерности эта катушка отлично сюда становится хороший баланс руке все удобно все комфортно но есть но когда вам необходимо ловить очень быстро вам нужно очень быстро выматывать шнур соответственно чем больше за один поворот ручки катушка выматывает тем быстрее у вас будет происходить весь процесс тем быстрее вы будете лыть поэтому на этот же пикер можно использовать вот такую катушку это уже 4000 то есть выглядит она здесь уже немного несуразно вес имеет больший но выматывает она если не ошибаюсь около 90 а то и больше до сантиметров за оборот катушки соответственно это помогает скоростного уважения стоит также уделять внимание передаточному числу это сейчас об этом даже наверное не будем говорить это нужно учитывать из катушка для фидера все-таки должна быть силовой если она не будет силовой механизм будет выходить со строя раньше есть вот такие вот назовем их монстры я использую в принципе на закормочные удилища то есть беру удилище там тестом там 150 или 180 грамм ставим сюда вот эту вот катушечку берем вот такую вот кормушку и делаем закорм быстро и эффективно соответственно она и вытаскивает при этом оставаясь живой также такие катушки нужны в ловле на дальней дистанции за счет большой шпули вылит с такой шпули очень эффективен то есть отсюда вылетит намного лучше и больше чем к примеру ну соответственно отсюда да давайте возьмем просто логически это понятно плюс этой катушкой эффективнее и удобнее работать за счет рычага передаточного числа и размера она мотает просто вот так вот там какие-то 120 грамм когда вот этой кормушке но если ты так съездишь рыбалок 10 принципе ее можно будет уже или отдавать в ремонт или кому-то дарить или выкинуть но дарить не хорошему человеку хорошим людям такое не дали металлическую шпулю что использование со шнуром важно и нормальный фрикцион который тоже важен для ловли фрикцион чем важен фрикцион им нужно пользоваться обязательно и он нужен должен быть хорошо настраиваем то есть у вас должен быть мелкий ход фрикционно для того чтобы вы могли настроить в ходе рыбалки именно то усилие которое вам нужно чтобы не было такое что один щелчок и у вас там сходит шнур один щелчок и вы уже поводки рвать то есть это тоже важно это нужно обращать внимание круглая клипса которая хорошо держит шнур пример у меня с этой катушкой были проблемы здесь тоже круглая клипса но я переделал два раза но мне вылетала просто не знаю почему может мне не что ставить леску или шнур ставить то что нужно на данный момент как это понять крупную рыбу карпов крупных карасей сазанов как угодно лучше ловить и правильный на леску особенно если вопрос касается стоячего водоема какого-то платника где этой рыбы визобиле если вы ловите там где он там вас 30 густерок и один карп можно еще ловить на шнур если вы ловите целенаправленно карасей карпов лучше лес почему потому что шнур ну практически не имеет растяжения соответственно все рывки рыбы передаются четко в удилище в бланк вам в руку и на фрикцион и шнур не терпит пренебрежительного отношения с рыбой крупной рыбы то есть примеру вы ловите на днестре вот мы находимся сюда у вас клюет сазанчик какой-то борзые на килограмма полтора вроде бы небольшой но рыба здесь очень активно речная сильно затянули фрикцион забыли отпустить ловите там густеру плотву вдруг поклевка у вас мощная вы подсекли рыба пошла им все прощай если бы у вас была леска у вас был бы вот эти четыре секунды три секунды которые бы леска за счет своей растяжимости самортизировала и позволила вам принять меры отпустить фрикцион или дать там не знаю даже многие ловят не фрикционом а дают слабину задним ходом если такое я так не ловлю мне так неудобно кто-то ловит и наверное правильно делают я так не умею то есть леска вам дает больше шансов на нормальный исход даже не глядя на ошибки то есть она прощает ошибки то есть рыба клюнула сильная пошла есть время гасится рывки здесь если вы вытягиваете карпа килограммового на шнур это будет что-то такое когда вы тянете на леску ну как бы до рыба есть качает но не более а с диаметрами с диаметрами опять же все очень индивидуально с леской что-то там 022 что-то наверное такое у меня стоит на основе лески я на них ловил карпов на отборах на чемпион мира могу ошибаться мог очень тонко этой лески хватало для вываживания карпов там три килограмма 3 чем то то есть никаких был не было проблем причем для вываживания в разряде соревнования когда нужно это делать быстро то есть не стоит бояться толких диаметров но это было с использованием шок лидера то есть был шок лидер из шнура который позволял делать силовые забросы пошло или достаточно далеко там 80 70 метров и дальше соответственно все напряжение весь вес брал на себя шок лидер после его выброса уже шла тоненькая леска и леска спасала на поклевках на вываживание а в конце финальной части рыбы утомлена вы уже выводите на шок лидер и берете ее в подсак то есть нужно использовать леску тонкую если вы там можно использовать дать и так можно использовать тонкую но это необязательно если вы любитель ездите на рыбалку хотите получать удовольствие потому что ставите и 03 можете ставить и 04 но смысла от этого нет и все равно ну толще даже нам укушать не чем там 033 я бы наверное не ставил этого вполне достаточно для заброса там 100 граммового груза с макухой нужно стараться все равно переходить на какие-то более-менее деликатные снасти потому что вытащить того же карпа на крокодил и вытащить там килограммового на фидер ну это это надо прочувствовать это надо сделать один раз и потом ты поймешь мы проходили это я вывозил друзей вывозил своих родителей которые вроде жизнь прожили и они все знают но дал фидер мама слоила на него карася и с тех пор все крокодилы уехали в деревню понятно скажите длина шок-лидера какая должна быть длина шок-лидера обычно идет за основу две длины удилища принципе это правильно то есть принцип какой у вас должно быть несколько витков непосредственно на шпуле на момент заброса и оставаться отрезок для свиса вот и все делать шок лидер там в три удилища это 15 метров я не совсем ну я понимаю что может на финальной стадии уваживания это желательно удобней но я бы столько не ставил то есть я беру две длины удилища беру за основу понятно давайте теперь перейдем к удилищам расскажите о своих удилищах которые вы используете для рыбалки давайте тут у нас наверное все просто но наверное есть два пикера то есть все равно у спортсменов есть такое негласное правило то есть очень удобно когда у тебя есть парные удилища то есть дубли то есть для чего это нужно к примеру я ловлю мелкую рыбу на небольшой дистанции удилище 2 и 7 длиной тест здесь наверно грамм 40 до 45 мы что-то такое у меня в ходе тура для чего это нужно рвется монтаж на рыбе просто перетирается как угодно если и этот м если я возьму другое удилище длиннее с другим строем все равно будет какой-то временной промежута когда я буду наращивать темп когда мне будет сложно поэтому у меня для этих дел есть такое же второе то есть я оборвался взял второе удилище с таким же монтажом с таким же строем с таким же тестом и продолжаем ловить то есть это для спортсменов для любителей в принципе в этом необходимости нет но это затратно достаточно и как бы смысла в этом нет вообще для чего нужны удилища и какие то есть примеру можем выбрать несколько вариаций вот есть у нас пикер 270 пикера тестом до там 50 пускай был граммя не помню 45 это удилище нужно для ловли на коротке на соответственно легкие кормушки там 30 грамм максимум кормушки чтобы не переживать банк я могу сказать что я таким удилищем бросалось 100 грамм то есть можно бросить все что угодно вопрос как ты сделаешь забросы для чего тебе это нужно я бросал 100 грамм тогда когда мне просто нужно было забросить за кормочную кормушку я лень матушка была рассказывает другое я взял такую кормушку без вообще груза набил ее кормом и там вот такая кормушка скоро весело эти 100 грамм сделал плавный заброс бланки держат все в порядке надо чувствовать со временем когда ты используешь удилище привыкаешь то есть на коротке легкие кормушки мелкая рыба удилище достаточно жесткая там с какими-то даже карасями по грамм 250 350 им как бы уже не совсем правильно ловить потому что она недостаточно гасит рыбу вяжет потом следующий возьмем удилище это preston xl супер фидера легендарные 12-фотовый этим удилищем наверное уже лет 8-10 тест его просто нас тестом сложно они считают тест по весу кормушки помню по железу давайте так они по кормушке скоро в принципе этим удилищем комфортно работать кормушками весом 50 грамм 60 грамм плюс корм это то что комфортно фишка удилище в чем у нее отличная фурнитура матчевые кольца легкие очень тонкий slim blank очень качественное удилище и она обалденно вяжет рыбу то есть на эту палку можно таскать карасиков карпиков не боясь порвать оснастку то есть удилище очень классно вяжет очень помогает при каких-то ошибках то есть опять же с тем фрикциона вот и его при затянул на этом удилище у тебя рыба дернет и оборвет поводок на этом еще будет у тебя две секунды когда будет вязать палка рыбу и ты сможешь ее достать это удилище для там дистанции до 50 метров длина него 36 для дистанции до 50 метров для кормушек пускай будет 50 грамм будет комфортно так плавно переходим хэви здесь у нас вот есть 13-футовый армадайл до 90 хорошая палка надежная все довольны с кем не общался мой товарищ правда сломал когда ездил на чемпионат мира но отдал мне свой так что ничего страшного отделался легким испугом а но для чего это удилище какие-то это супер ультегра до 110 грамм это уже хэви удилища длиной 390 ловить ими можно уже на дистанциях там и в 70 метров спокойно и больше кто как может у кого силенок хватит с кормушками 60 80 грамм то есть это удилище несмотря на тест заявлены 90 бросает 80 без каких-либо сложностей это удилище классно вяжут рыбу армадайл она более мягкая ультегра она все-таки выше классом соответственно стоит дороже она конечно получше бросает она более жесткая но она как-то вот можно сказать более правильно что ли то есть ты когда и ловишь ты понимаешь то есть это как взять в руки одинаковые вещи там не знаю любые там два ножа один дорогой другой дешевый вроде этот режет этот режет но тот режет как-то поинтереснее вот здесь та же история потом а еще дочь мастер старый добрый это у нас 80 до 4-х метровый дочь мастер средства 80 грамм этот тест опять же по металлу то есть мы можем бросать 80 граммовую кормушку не считая пор палка тоже легендарная очень мягкая защищу многие не понимают и к этим людям на сегодняшний день отношусь и я я ее купил но я ее не понимаю я пытаюсь на нее ловить себя перебрать почему пытаюсь потому что если взять два этих удилища к примеру были мы на не помню чемпионат или кубок украины в украинке ловили леща не было течения потом дали пошел сброс воды дали воду за счет течения сместилась трава кувшинки плюс там очень резкая бровка вот этой ультегрой там клевал подлечь такой грамм от 300 и до там 700 наверно бывали там и килограммовые лещи у кого-то на ультегру я пытался выдрать рыбу то есть надо было быстро достать рыбу то есть это было ты вскакиваешь на ноги на платформу подымаешь удилище над головой и просто выматываешь на ультегре у меня было намного больше сходов чем было на дач мастере дач мастер за счет своей мягкости вяжет лучше рыбу им надо тоже ловить это удилище дубина такая нормальная с тестом 160 грамм шерман про рост 420 я в принципе использую как закормочное удилище так и им не ловлю на сегодняшний хотя можно раньше ловил на дальних дистанциях на тяжелых там кормушках там 100 грамм 120 грамм да если постараться и можно и 250 кинуть ему ничего не будет палка выдержит казани ну расскажите пожалуйста о прикормках какие прикормки следует использовать рыбакам именно весной вот апрель-май месяц какие преимущественные вкус и запах и цвет будут лидировать при ловле в реке вот карась карп подлещик что вы смотрите но первых fish dream это понятно это шутка обычно если взять за массовость лучше работает давайте так возьмем в целом течение года всегда лучше работают какие-то сладкие вкусы то есть сладкие прикормки работают практически всегда я не помню ситуации когда они у меня не работали пряные тоже работают но на мой взгляд пряные работают в меньшем количестве раз то есть сейчас весной можно ловить на пряные на острые прикормки они работают все в порядке летом все-таки больше сладкие на осень опять смещаемся больше на какие-то специи корица кориандр они что угодно смещаемся на это опять же по какой рыбе то есть лишь сладкоежка там карп больше сладкие реже стреляют специи плотва густера очень хорошо всегда реагируют на какие-то три остренькие штучки там анисовые то есть любят по цветам за основу можно брать ну принято так все дна на самом деле то есть рыба не должна типа видеть это пятно не должна бояться тут тоже не все так просто крупная рыба например тот же карась тот же карп они очень хорошо реагируют на яркие прикормки они видят пятно они не боятся они не боятся хищников потому что они их переросли то есть грубо говоря там карп которому в котором два килограмма он особо не боится то есть щуки днестровской ну да есть там какие-то щуки по 5 по 10 но тем не менее их мало он все спокойно чувствует подходит непосредственно точку становится на яркое пятно и начинается это дело есть с той же плотвой немножко другая ситуация плотва но опять же рассказываю теорию да но в принципе на практике вижу отображение плотва реже становится на яркую прикормку на светлую из одно темное потому что теоретически она боится себя выдать да на ней то есть что она будет более видно на этом дне это в принципе работает с мелкой рыбой более темные корма бурые не обязательно черные с крупной рыбой можно использовать желтые красные вот красные на удивление спортсмены редко используются красные я смотрю любители очень даже юзают все в порядке все ловится так что такое сладкие всегда практически работает острые все-таки больше в холодное наверное время год но это не панацея опять же я говорю какое-то свое мнение у вас может быть другом мясные мясные все таки это какие-то коммерческие водоемы к на водоема где приезжают где большой прессинг где приезжают любители ловят такими да и спортсмены и ловят кормами там халибу там вот мясными как вы говорите там это работает на таких диких водоемах в принципе чаще нет чем да но всегда стоит что-то новое пробовать сказать как к чесночным вариантом это у нас вообще на днестре как бы какие варианты чеснок карась все в порядке ловится очень хорошо реагирует только заблуждение не слушайте кто говорит что рак боится чеснока слышал я и такое бедные люди потом не могут от рака отмахаться на жарах чеснок достаточно любит как минимум не брать чеснок можно использовать по карасю даже нужно в спорте не используем чеснок потому что ну как-то рискованно то спорте принципе берется за основу что-то усредненно то есть всегда спортсмены стараются выходить с кормом который рыбу не пугает то есть главное чтобы она и не боялась чтобы она не то что обжиралась чтобы хотя бы он ее не отпугивал так больше шансов него попасть и кранет вопрос скажите пожалуйста вот как можно избавиться от тарани вот когда вот сейчас в данный момент времени чтобы преимущественно клевал карась вот какие тут моменты и нюансы ну если как любители все таки я бы ловил на волосе на горох еще лучше на две большие горошины на волос на короткий поводок даже на ту же фидер может быть flat feeder может быть ставить методную кормушку и пробовать потому что если сейчас сезонная миграция идет тарань найдет массово наезд все на своем пути если вы будете пытаться там даже у вас если будет карась в точке то сейчас он вряд ли ее сгонит как приманить карася как приманить да хорошо всегда работает зерновые пшено резаная кукуруза мамалыга можно отварить просто крупу и добавить эту крупу в корм тоже очень хорошо реагирует потом очень хорошо реагирует но достаточно затратно или же надо попутеть резанный червь если вы добавляете пробками непосредственно если мы говорим о фидере резанный червь покрасил на ура и на насадку также червяка червяка там ты вот таких червяка тогда меньше вопросов с плотвой точнее старанию и больше шансов что клюнет карась и причем достаточно приятных размеров ну или же волос и горох друзья вот такой у нас и 3 получилось сказати нам огромное вам спасибо надеюсь у нас это не первая встреча и все будут последующие даже друзья и если к константину будут какие-то вопросы вы пишите комментарий к этому видео и мы обязательно ему зададим большое вам спасибо константин всего доброго все друзья вот такое у нас получилось видео вы были на канале все для клева